Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Торы, которая называется КИТЭЦЕ. И мы уже говорили, что здесь много заповедей, 74. Вот мы разбираем сейчас военный стан. Написано, что у человека произошла полюция, вышла семья. И он не имеет права находиться в стане. Он должен уйти за стан, омыться, как будто он в храм идет. Такой святой стан у нас. И написано, что на войне пусть будет тебе лопатка на перевязи, и ты обязан выходить за стан и закрывать. Пусть будет свят твой стан. То есть лопатка на перевязи означает, что свят будет твой стан. Всевышний, если видит, что мы поступаем так, скрываем испражнение, то Всевышний не излагает наших врагов. Это удивительно. Но вот такая, казалось, маленькая заповедь, и мы выиграем войну. Потом идет заповедь о рабе. Написано, что не выдавая раба господину своему, когда он скрывается у тебя. Ну, мы думаем, что еврейский раб попал к неевреям в руки, и он бежал, забежал домой, и мы его спасаем. Нет, не тут-то было. Любого раба. От любого хозяина. Еврейского раба. Не еврейского раба. Какой бы ни был. Спасается у тебя, ты его господину, его не отдаешь. Вот так. Удивительная заповедь, но работает так. Любого человека спасаем. А там уже идешь в суд, они скажут, что делать дальше. Но ты не имеешь права отдать. Сильная заповедь. Потом у нас написано, не будет блудника у сыновей Израиля, блудницы не будет у сыновой Израиля. И написано, что в храм не можешь ты взять приношение блудницы и приношение за продажу пса по какого-либо обету. Выручку за пса. Что это значит? Допустим, блудница хочет по обету принести в жертву ягненка, но она его заработала за то, что она выполняла свою работу блудницы. Вот эту зарплату она не может дать в храм. По обету не может расплатиться ей. Также собаку поменял на ягненка, принес ягненка в храм. И не может Коэн принять его в качестве жертвы по обету. Написано именно по обету жертвы. Вот такие удивительные вещи есть. Не написано, что любое не может сработать. Нет, вот именно написано по обету. Человек дает обет и он должен принести то, что положено. Пусть обет будет выполнен. Вообще Всевышний просит не давать никаких обетов. Потому что человек не может гарантировать, что он выполнит обет. Как бы ему не хотелось этого. Человек может только говорить, что он постарается выполнить. Говорит, блин, Эдер, без обета выполнили. А так сказать, что я сделаю, нет. Мы уже об этом говорили, что у царя Яная было 2000 провинций. Но Всевышний все разрушил. Только за то, что эти люди давали обету. Даже они их выполняли. Говорит, я буду завтра в таком-то месте. Или я сделаю завтра то-то или то-то. И даже выполнял человек. Но так как это был обет, Всевышний разрушил 2000 провинций этого царства. Вот такой удивительный был царь. Потом у нас есть виноградник. Ты можешь прийти в виноградник и есть. Ты работаешь в винограднике у человека, ты можешь кушать. Пожалуйста, это разрешено. Плоды виноградника можешь есть, нет проблем. А если ты пришел в поле чужое, и тебе, допустим, разрешено взять, то ты можешь только взять то, что ты можешь рукой срывать, там покушать. Это можно. Но заносить в серп на имущество хозяина, у которого ты работаешь, ты не можешь принести себе товарный урожай. Это как воровство. Так делать нельзя. Потом есть заповедь о... Человек, который женился, и он нашел у жены какой-то ущерб. Нашел какой-то дефект в теле у нее. Я не знаю, что он не хочет с ней жить. После того, ему не сказали, что она вот такая-то у него есть, какое-то есть у нее искривление, я не знаю. Но он говорит, все, я развожусь. Он имеет право с ней развестись, потому что от него скрыли какой-то ущерб. Если человек все это знал до этого, тогда другое дело. Но если нет, он имеет право развестись. Он ее отпустил, дает ей разводное письмо, как положено. По закону Турова он все делает правильно, но она не может второй раз выйти за него замуж. После того, как она выйдет за другого человека. Допустим, выйдет замуж за другого человека, живет с ним, ее возненавидит этот последний ее муж. Или он умрет. То второй раз человек уже не может взять свою жену себе назад. Как бы ему это не хотелось, все, это уже запрещено. Вот такой вот. И мне рассказывала одна знакомая, что они, я говорю, в Бухаре, когда выдавали там девушку замуж, то мама там или сестра жениха ходила с ней в баню там посмотреть. И такие удивительные у них обычаи, чтобы все было нормально. Или мужчина и шел, брат этой невесты ходил. Такие вещи, она говорит, я слышал такие вещи, что и сейчас такие вещи есть, происходят. Чтобы не было никаких дефектов у человека. Я не знаю, чтобы это все было известно до свадьбы. Чтобы ничего не скрыть. Потом уделяется у нас много законам о проказе. Человек, если обнаружил у себя на теле какие-то пятна, или волосы стали белые, или желтые волосы стали. В общем, белые это не обычный блондин какой-то. Это именно белые, как снег, волосы. Или желтые волосы, или еще какие-то кровосноватые белые пятна. Мы это читаем в главах Тазря, Мицера. То надо обращаться к Коину или Левиту. Идти и сказать, вот у меня такие-то, такие-то проблемы. И пока Коин не скажет, что это язва, никто не может сказать, что у тебя язва проказа. Только Коин, он в 30 лет только имеет право приступить к работе Коину. До 30 лет он это изучает. Только он может определить и сказать, тамэ, или там нечистая, или тагор, чистая. Вот он только определяет Коин. И тогда человек считается нечистым. И он должен жить нестанно, в доме прокаженных. До того, как эта язва исцелится. Там мы знаем законы, что он должен сначала 7 дней прожить. И там потом показывают-то все Коину. Коин смотрит, что волосы там потемнели, пятно не расширилось. В общем, мы это будем разбирать в главах Тазря и Мицера. Но факт тот, что с этой язвой человек не может находиться во всех трех станах. Не в стане Шхины, это храм. Не в стане Левитов, которые вокруг храма. И не в стане Исраиль. Он живет вне станах, в доме прокаженных. Такой человек, вот так вот. Теперь говорится, что Мирьям, она была поражена проказой. То есть, казалось бы, то, что она говорила, не является никаким злословием, ничего. Она поговорила со своим родным братом Агароном по поводу ихнего родного брата Моше. По поводу того, что Моше недостаточно уделяет времени своей жене Цепоры. Она встретила Цепору и сказала, какая-то красивая Цепора. Свою невестку, казалось бы. И она говорит, ну и что так сказала ему. И она подумала, что Моше не спит с женой, нарушает заповедь. Вот она так решила. Но, действительно, Моше не мог спать с женой. Но она видит только со своей стороны. И она ничего, она не ходила по людям, рассказывала об этом. Она пришла к своему брату Агарону. Мало того, что он был первосвященником, раввином. К таким людям можно говорить, все, что нынешним нужно, как если он твой раввин, пожалуйста. Но нет. Всевышний счел, что они согрешили. Всевышний ее покрыл проказой с головы до ног. И Агарона. Агарон сразу был исцелен, Всевышнего сразу спас. Убрал ему проказу, чтобы не позорить первосвященника. А она семь дней по просьбе Моше оставалась еще в Нистану. Мы ее ждали в пустыне. Что она видела и сказала? Казалось бы, ничего нет. Но нет. Дело в том, что когда мы получали тору на горе Синай, то Всевышний сказал, будьте готовы к третьему дню. Не приближайтесь с женщиной. Моше сказал, три дня вообще не приближайтесь с женщиной. Потому что Всевышний будет с вами говорить. Значит, когда с нами разговаривает Всевышний, то мы не можем прикасаться к женам. И это был ответ на заблуждение Мирьям. То есть Моше все время говорил со Всевышним пустыней. Он не знал, когда он будет говорить в следующий раз, как он мог прикасаться к жене. Естественно, она это не учла. И она думала, что Моше просто нарушает заповедь. Поэтому она это сказала. Но Всевышний, мы видим по просьбе Моше, ее проказа так и не наградил. Потому что написано в главе, то зря написано, что если проказа покрыла все тело человека с головы до ног, сколько могут видеть глаза коина, то он чистый. То есть получается, если бы она была прокаженная в этот момент, то бы она бы семь дней пробыла в Нистана контрольных, потом поры бы коренной сегодня из пятна, или они уже не распространялись еще семь дней, тогда могла бы она войти в стан. А здесь всего семь дней контрольных и все. То есть она была уже чистая. Всевышний так сделал, что это просто и было на находизме в Нистана, что ей должно быть стыдно, что она так поступила. И Агарон говорит, мы дурно поступили, господин Насмаше, помолись, чтобы Всевышний нас исцелил. В общем, так это закончилось. Нам это будет наука, что даже в том случае, если мы уверены сто процентов, что мы знаем, что человек неправильно поступает, не надо ничего говорить. Надо всегда думать. Надо всегда думать, что сказать и как сказать. Это непростой вопрос. Потом есть заповедь у нас, залог. Человек берет что-то под залог. Но Всевышний говорит, что ты берешь залог у человека, одежду или что-то, ты ему должен вернуть его. На чем будет он спать? Издеваться не надо. Взял залог на день, он тебе не вернул, все равно вернешь ему на ночь, чтобы он спал, а потом утром возьмешь. Но очень надо к этому аккуратно относиться. Потому что Всевышний говорят, если ты обидишь кого-то, то, допустим, если ты обидишь сироту и вдову, то написано, что тоже ваши дети будут сиротами, и жены вдовами. Поэтому мы не должны никого обижать. И давать деньги под проценты Всевышний нам запрещает. То есть он говорит, не еврею можно дать под проценты. Но наши мудрецы говорят, что никому не давать под проценты деньги. Хочешь дать, давай так. Никакой лихвы. Вот, одолжили у тебя 100 рублей, 100 рублей тебе вернули, ты еще скажи спасибо, что тебе дали выполнить заповедь, чтобы ты помог человеку. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего дяди Валгерия Бен Григория, моего брата Павел Бен Ефим, других мы сейчас в списках, но нет, мы не называем. Памяти Яков Бен Нахум. Папа уже моего закончился год после похорон. И за здоровье Рахель Бат Лилия, Клара Бат Броня, Светлана Бат Клара, Фейга Бат Берта, Шимон Бен Мира и другой мой список. Мы потом будем его читать, сейчас у меня с собой его нет. Всем браха парнаса кавана, маза то, что в это время не грешили, учили Тору. Всем крепчайшего здоровья. Пусть закончится эта страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, настоится завтра в 10.40. Всего самого лучшего. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok